Всем привет! С вами Пух. И сегодня я хочу записать ролик без всяких вырезок, нарезок, вставок. Просто одним дуболем рассказать о кубке Лейвера, о Джоковиче и о Тиме. Поговорить с вами о трех вещах, провести статистику Тима без всяких остановок, нарезаний. Как в фильме 1912, где фильм был снят один дублем. И я решил записать вот этот вот анонс, превью, так сказать, одним дублем. Что у нас из этого получится, давайте посмотрим. Погнали! Всем привет! С вами Пух, канал ТВ. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о кубке Лейвера, который пройдет 26 сентября. Международный пенисный турнир играется на закрытых кортах, проводится через две недели после окончания US Open. Играется между командами Европы и остального мира. Каждый участник получает гарантированные призовые, в зависимости от своего рейтинга. И, кроме того, каждый участник команды-победительницы дополнительно получает 250к призовых. Теперь немного о регламенте. Матчи проводятся в течение трех дней. Проводится 12 матчей, 9 из них одиночных. Три парных. Каждый участник должен сыграть хотя бы в одном матче и четыре парных. И тут начинается самое интересное. В первый день соревнований команда за победу получает одно очко, во второй день два, в третий день три. То есть, одна команда может перечеркнуть вторание, а другой просто за предыдущие два дня, только вот в этот один, третий день. Поэтому этот турнир такой очень интересный. Ведь капитанами были все три года Макенрой и Борг. Матчи играются из трех сетов. В третий сет играется в формате тайбрейка. Да, счетов 10-10, при счете 10-10, точнее при счете, извиняюсь, я говорил, 12-12. Но победитель появляется дополнительно в парном матче, в котором могут принять любые участники. И немного еще расскажу о статистике. Все три года побеждала команда Европы. В 2017 году со счетом 15-9 победила команда Европы. В 2018 году со счетом 13-8. И в 2019 году 13-9. 13-11, извиняюсь. Опять оговорился, еще одна оговорка. И мне просто очень турнир этот понравился. Я насладился его непередаваемой атмосферой, дружелюбной обстановкой. Теннисисты просто кайфуют. Дело в том, что все турниры уже позади. Все большие шлема сыграны. Остается только пару мастерсов и итоговый турнир. Поэтому, блядь, мне деться вообще некуда сейчас. Со всех сторон просто люди идут. И я тут всякую хуйню говорю вам. Вот, насладился этим турниром сполна. В 2019 году первый раз посмотрел. До этого как-то я лояльно к этому всему относился. И не обращал внимания на этот турнир. Потому что, ну, только появился, да. Бог его знает, что там да как там. А вот тут мы его просто стримили в нашей группе. И просто все насладились, получили такое удовольствие. Рекомендую вам, ребята, найти эти трансляции. И посмотрите этот турнир. А ты, мой друг, если ты досмотрел до этого момента, ты большой молодец. И теннис в твоей жизни занимает не последнее место. Теперь расскажу немного о Джоковиче. Дело в том, что когда я вышел из больницы, мне по дефолту установили вот такой вот звук, как сейчас. Но до этого я вообще говорить не мог. Я снял анимированный мультик о том, что Новак Джокович ни в коем случае не возьмет этот Ерисопер. И выложил его. И где-нибудь ссылку я оставлю где-нибудь здесь, здесь на этот мультик. Посмотрите, зацените. Это было в полуфиналах еще. С друзьями мы также обсуждали эту тему. И мое мнение было таким, что Новак Джокович сломается физически, психологически, точнее, третья оговорка, психологически, морально, ментально, что оно и получилось. Этот матч напомнил мне Австралию Опен 2019 года, когда Ноли очень легко выиграл на Даля. Со счетом 6-3, 6-2, 6-3. На Даля как будто похитили его талант, и он вообще не мог попадать по мечу. Это знаете, как в том фильме с Майклом Джорданом «Космический джем», когда инопланетяне посещали таланты у известных баскетболистов. Чарльз Баркли, Патрик Юнг, ну и другие. Они там прям на поле разучивались играть в баскетбол, не могли отбивать мяч. И Надаль в том матче примерно выглядел так же. Ну и Джокович был сам не свой. Теперь немножко расскажу еще о Тиме. После победы на US Open результаты Тима поползли стремительно вниз. Что это могло произойти с ним такое? Он начал вылетать в первых кругах больших турниров. Это давайте мы их с вами перечислим. Это Ролан Горос Шварцман в одной восьмой финала. Это Медведев на итоговом турнире. Это Димитров в 3-0 на Австралию Нокунуному улетел в одной четвертой. Блять, музыка мешает говорить. Звери в Мадриде в полуфинале. Санега в Риме во втором круге. И в этом году он проигрывает на Ролан Горосе Андухару в первом же круге. Что это? О таких матчах я не говорю, как Нори в Лионе он проиграл 2-0. В первом круге это такие беспонтовые турниры, которые в принципе можно проиграть. И в инстаграме Тим фотографируется. Всегда зафиксировано на кисти и предплечьем повязка у него такая. Что на самом деле? Может быть он за этой повязкой скрывает какие-то свои психологические проблемы. Поэтому предлагаю пристально последить за его возвращением. И уже попытаться понять, что это. Потому что я думаю, что все-таки он решил взять паузу, перезагрузиться и подойти к новому сезону. Ну, с новой чистой головой, так уже сказать, релот по всем параметрам, скажем так. А эту руку он так, для виду, возможно, не такая серьезная травма. Тай бог, что я заблуждаюсь. Но это просто моей мысли, мое мнение. Потому что мы теряли лучших теннисистов после вот таких вот громких побед. Так как мне, Тима, игра очень нравится, такой стиль его. Поэтому я решил рассказать немножечко о нем. Буду закругляться. На бетоне мы ведем свою статистику. Поэтому, ставочники, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Потому что на финале ESOP мы подняли баблишко. Чтобы ваши ставочки заходили, ставьте лайки. Еще раз говорю, подписывайтесь. А то ваши ставки больше никогда не будут заходить. Поверьте мне, я вам говорю правду. Всем до свидания, до новых встреч. Вот такой вот челлендж у меня появился. Немножечко я раза 3-4 запарился. Приостановился, сбился. Но это было своего рода такой небольшой прикольчик. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok